Фокусы с картами обучения от моряка Это называется открытый прогноз И для этого фокуса мне необходимо сделать всего лишь один прогноз То есть я предскажу всего лишь одну карту К примеру, пускай это будет счастливчик номер 7, пиковая семерка Я начну выкладывать на стол, вот так вот, по одной карте Вы, как только сочтете, что ваша карта следующая, семерка пик, да? Как только вы сочтете, что семерка пик это следующая карта Остановите меня, просто скажите стоп Окей? Окей, поехали Начинаем выкладывать по одной карте Только, уважаемый зритель, говорите побыстрее Потому что я все-таки старый моряк И мне сложно выкладывать всю колоду К примеру, стоп, сказали вы здесь Стоп Я переворачиваю карту А давайте немножечко поддержим интригу Давайте просто ради интереса проверим оставшуюся колоду Будет ли там семерка пик Туалет крести Шесть крести Двойка крести Джокер Король пик То есть семерочки пик пока что не наблюдаем Двойка Туз Десятка Шестерка Валет бубновый Тройка Дама Шестерка Тройка Десятка Снова тройка Дама Восьмерка Четверка Девятка Семерка, но не пик Уважаемый зритель Семерка пик действительно исчезла Ее нигде нет В оставшейся части колоды Ее нет Неужели вы действительно остановили меня Именно на том самом месте На котором я вас На котором я спрогнозировал Скажем так Давайте проверим Так, где наша карта Вот она Ну что ж, посмотрим на какой карте вы меня остановили И это действительно семерка пик Вот такой вот фокус Друзья мои Эдварда Марла Который называется Открытый прогноз Друзья, прежде чем мы перейдем к обучению Хочу сказать вам Подписывайтесь на мой канал Прямо сейчас Чтобы быть в курсе Последних событий И всегда видеть первыми Новые видео Для этого Прямо сейчас Кликните по иконке С изображением кораблика И добро пожаловать Ко мне на борт Ну что ж А мы тем временем Переходим к обучению Этому фокусу Ну что ж, друзья Давайте посмотрим Давайте разберемся И научимся этому фокусу Что называется Открытый прогноз Итак, для начала этого фокуса Вам надо заранее Знать ту карту Которую вы будете прогнозировать Как это сделать То есть Надо выбрать эту карту И перевернуть ее То есть все карты Лежат у нас лицом вниз А ее надо перевернуть Лицом вверх Итак, как это сделать К примеру Я тасую колоду Я хочу, чтобы Допустим Моя дама была Той картой Которую я спрогнозирую То есть я перевожу ее Вот так вот вниз После чего В этот момент Вы, конечно Со зрителями болтаете Они на ваши руки Не смотрят Что мы делаем Я беру эту карту Вот так вот сдвигаю И сразу же Вот так вот Начинаю на нее Перетасовывать То есть Грубо говоря Я на нее Вот так вот натасовал То есть еще раз Вот, к примеру Она у меня лежит снизу Да, вот эта дама Я болтаю со зрителями Вижу Подлавливаю момент Когда зритель на меня не смотрит Перетасовал Перевернув карту Итак После чего Когда она у нас стала Снизу Лицом вверх Нам надо еще одну карту Поместить под нее Как это я сделал В видео Я одну карту Вот так вот приподнял Далее Подснял половину Переместил вниз И на этой карте Снова Подснял То есть получается Что у меня одна карта Снизу Потом идет моя дама То есть еще разочек Приподнял карту Подснял И теперь снова Подснял уже на этой карте То есть у меня Снизу карта Снизу дама Вот собственно И вся подготовка Далее мы говорим Зрителю Что я сейчас Сделаю открытый прогноз И спрогнозирую Пиковую даму Окей Зритель Значит понял Какую карту Ему надо ловить И вы объясняете Ему правила То есть говорите Что будете выкладывать На стол Вот так вот По одной карте Зритель в любой момент Вас должен восстановить Просто сказав стоп Сказав на том месте Где он посчитает Что дама будет следующим То есть советую вам Вот так вот Выкладывать До серединочки К примеру Зритель сказал стоп Ну если он скажет раньше То конечно же Раньше перевернете Точнее не перевернете А отложите Если я сказал стоп позже То это даже лучше То есть желательно Чтобы где-нибудь Это на середине произошло Итак К примеру Зритель сказал стоп Ну естественно Это не дама Естественно Это левая карта Совсем Да тройка Мы говорим Что переворачиваем А потом А давай немножечко Подержим интригу Давай пока что Вот так вот Ее отложим И просто ради интереса Пролистаем Оставшуюся колоду Будет ли там дама Пик Начинаем выкладывать По одной карте На эту карту Советую выложить Карт 6-7 То есть раз Два Три Четыре Пять Ну шесть К примеру Выложили Нету дамы Пик Смотрите Чтобы карта Вот эта Лежала ровно Не так Не так Наискось А именно Вот так вот Ровненько И карты Вот эти Периодически Так вот Подравниваете Чтобы потом Вам можно было Спокойно Сделать ленту Итак Выложили Семь карт На эту Нету Нету нашей дамы Переворачиваем Карты У нас дама Лежит вот здесь Вот снизу А это та карта Которую я подгибал И переносил Под низ Говорим Давайте посмотрим С этой стороны То есть Здесь делаем Двойной подъем Посмотрим С этой стороны Делаем Двойной подъем Десять Шесть Король Валет Тройка Нету дамы И кладем Ее Кладем Эти карты Вот сюда Опять же Пятерка Девятка Туз Короче Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Дамы Пик У нас здесь Нету Начинаем Обыгрывать Эту ситуацию То есть Неужели Действительно Вы меня остановили На пиковой даме Давайте проверим Щелкаем пальцами Раскладываем Вот так вот Лентой И начинаем Искать Нашу карту Вот это Наша десятка Как мы помним Да и вот Лежит это Типа Эта карта Это дама То есть Мы переворачиваем Действительно Наша дама Пик А та Левая тройка Она скрывается Как раз Вот под этими Вот картами Вот она Поэтому И надо наложить На нее побольше Карт Ну как Не пол колоды Конечно Ну карт 6-7 Чтобы во время ленты Они вот так вот Ее надежно Прям закрыли Для чего Нужно делать Ровно Периодически Подравнивать Колоду Так это для того Чтобы Когда вы Карты у вас Ровные Подравненные Вы ленту Разложите И она у вас Будет ровненькая Идеальненькая И карта Хорошо скроется Если они будут Вот так вот Полу в кривсе То возможно Она вот так вот Будет выпирать То есть Это уже палево Это уже заметно Вот такой вот Фокус Эдварда Марла Который называется Открытый прогноз Учите Надеюсь Он вам понравился И конечно же Если вы не подписаны На мой канал То прямо сейчас Подписывайтесь И ожидайте Выпуска новых видео На связи С вами был Куликов Сергей Он же Моряк И до встречи В следующих выпусках Пока